День Кострышницкой революции 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 на собственную катастрофу на Чарнобыльской атомной электростанции. Это не просто новая спортзала, это универсальный спортивный объект с якосно новыми умовами для оздоровления. Тут можно гулять в баскетбол, волейбол и мини-футбол. Самое жголовное, появился уласный скалодром. Это второй по величине скалодром в Республике Беларусь по высоте. Высота его 10,5 метров, еще такой же высокий есть в городе Бресте. Этот же скалодром на базе оздоровительного лагеря, наверное, вообще единственный в Республике на сегодняшний день такого масштаба, такой высоты и площади. Новые макшумы теперь за все различны на детей, которые тут отпочивают. Это же хоры района у потерпелых от наступства аварии на ЧАЭС. Многие тут не в першню. Здесь мне очень нравится. Тут красивый спортзал и в спортзале самое красивое – это скалодром. У нас тоже были различные соревнования, мероприятия, концерты, как сейчас. Но сейчас все более современное и интереснее. Спортивная зала побудована за год. Силами предприемства Бреста был Сельбут. Огульная площа – 3,5 тысячи квадратных метров. Тут просторно и сручно. Есть пандус и подъемная платформа для инвалидов-колясочников. Кабинет тренеров санвузлы и душевые гардероб и пункт проката туристического и спортивного обстановления. У межих будовництва была реконструирована и котельная. Но это было выдато на больше за 1,5 миллиона рублей. Благодаря этому объекту мы можем стать местом для проведения республиканских, районных и областных спортивных мероприятий. И в том числе и по скалолазанию. Мы знаем, что этот вид спорта уже в 2020 году будет олимпийским видом спорта. Поэтому я думаю, что наш скалодром будет востребован и в этом направлении. Но в первую очередь скалодром строился для тех детей, которые приезжают к нам на оздоровление. 954 различных учреждения, которые занимаются оздоровлением детей. Это и краткосрочные, и долгосрочные, на постоянной основе, в летнее время. Их достаточное количество. Проблем немножко в другом. В том, что они не все находятся в таком состоянии, вот как Светана, да. Поэтому приходится ежегодно определенные средства вкладывать постоянно для того, чтобы их поддерживать в хорошем состоянии. В этом году оздоровление прошли более 63 тысяч учащихся в этом году. И я говорю, вот на поддержание материальной базы мы в этом году направили миллион шестьсот тысяч рублей. Это средства, заработанные на субботнике и республиканском субботнике. У подарунок «Светанку» керавник в области и гендиректор предприемства «Брест» Абул Сельбуд передали сертификаты на тренажеры и акустичную систему. Татьяна Будгуцаим, Алиса Григорчук, Александр Дьяченко. Телерадио «Компания Брест». Спортивная база научных установ в области протягивает умоцовываться. Как агольно-эдукационных, так и специализованных. На этом тыдне каждые подарунки отримали еще в двух городах. Одна из них – средняя школа номер два в Маларыце. Неколи это был детский дом, потом школа-интернат. Теперь одна из лидирующих научных установ района. Сегодня в Маларыцкой школе номер два – 643 вушня. Богатая материально-техническая база. А зараз и новая спортивная зала. Его реконструкция велась из Красивика. И на передней 7-го листопада школа отримала свой долгочаканный подарунок. Сказать, что проведена реконструкция – это мало. Она полностью, полностью видоизменилась, спортивный зал. Созданы все условия для занятия спортом, для физкультуры. Есть комнаты для тренеров, есть комнаты для раздевалки, для детей, для технического персонала. Зал спортивный должен быть заполнен с утра до ночи, потому что вложены огромные бюджетные деньги. И, конечно, надо, чтобы тут были не только школьники, но и выпускники, и все любые желающие жители нашего города Маларита. Молодшие школьники стали первыми, кто поудельничал у спортивных баталиях у новой зале. Мне очень понравилось, что нам открыли зал. Это было классно, что мы так вошли и сразу ахнули, что все увидели это. Ну и классно получилось. Мы сейчас играем в эстафету. Я ждал, когда откроется новый зал, и я очень доволен. Когда настанет зима, мы все тут будем заниматься. Капитально одромонтованную спортивную залу у Рашиста открыли и в Пинской детяшей юнацкой школе Олимпийского резерва профсоюзов по легкой атлеты. Установа дейняшая в межах Брестского областного спортивного клуба Федерации Беларуси и уже выховала целую плеяду спортсменов высокого класса. Среди них у выходящая зорка чемпионата Европы побегу на 100 метров с барьерами Эльвира Герман. А кроме спортивной залы за час капитальных ремонтов тут заменили в окна и двери. Закуплена сантехника, одромонтованы душевые. Так само проведена переподключение системы теплений и водозабеспечения до городской сетки. Ну а тем часом в Бресте сдали у эксплуатацию первую чергу капитальных ремонтов Партизанского проспекта. Отбылось агэта без залишней урожистости в працовном режиме. Ремонтные работы аж протягиваются. Кончатково обновленный Партизанский проспект, протостанье перед жихарами и гостями города в наступном годе. Партизанский проспект, одна из головных транспортных артерий города, давно потребовала капитального ремонта. Основный объем будущих работ пришелся на этот год. Огульный кошт проекта – свыше 4 миллионов рублей. Важная доля была отведена в замене коммуникаций. Когда мы делали капитальный ремонт Партизанского проспекта, естественно, вместе с водоканалом меняли все системы водоснабжения, проверяли их качество. То же самое это с системой канализации. Мы реконструировали саму систему организации движения. Где-то были уширения, дополнительные полосы. У нас только пришлось 34 троллейбусных опоры сместить. На тротуарах появилась новая плитка, на пешеходных переходах – тактильное покрытие с подсветкой. Далее, в глубине улицы, перенесены два припинки. Питание, которое было наибольшь спречным. Правильно мы сделали про это решение? Мы убрали максимально от перекрестка транспорт. Сейчас уже здесь пропускная способность, ввиду того, что убрали выезд, полоса добавилась, увеличилась пропускная способность. Шмар питаний у керовництва города задали же горы Партизанская проспекта. И на конт освятления, и на конт лавок, и на весов на припинках, и про уезды у дворы. Как отзначил керовник города Александр Рогачук, работы на проспекте еще протягиваются. Ахапить все в один момент немогчимо, тем более, что объекты у доброго порадкования в городе шмат. В этом году в Бресте мы пошли на рекорд. У нас 33 улицы заасфальтированы. Из этих 33 улиц 15 улиц, грунтовых улиц, которые впервые получили асфальт. Что касается Партизанского проспекта, мы здесь опробируем новые виды остановок, мы здесь опробируем новые формы государственно-частного партнерства, то есть участие бизнесмена в благоустройстве. И здесь мы серьезно поработали по сетям, то есть сделали задел на будущие десятилетия, чтобы эту дорогу не перекапывать. Жигары Партизанского проспекта в целом задоволены тем, как изменилась эта улица. И сподзаются, что работы по ее доброго порадкования протягнутся. Я живу здесь 48-й год. Настолько приятно ходить, настолько идешь с таким воодушевлением, что ты наконец дождался этого момента. Освещение тоже. Ходить теперь по улицам одно удовольствие. Ну, конечно, разница большая была же. Плохо ходить было еще. Полотно хорошее, дорожное. Переходы хорошие. Мне нравится, как они сделаны. Пешеходные. Везде. Новые подходы, новые технологии. Это хорошо. А вот заезды, заезды во дворы. Вот это еще нуждается в улучшении. Как я понимаю. Капитальный ремонт Партизанского проспекта продуглеживает и доброе упорядкование пролягающих дворов и территорий. Эти работы будут проведены в наступном году. На перакроживании с улицей Орловской заявится сквер. До конца этого года будет завершено доброе упорядкование припынков и одной из парковок. Людмила Салтин, Александр Севицкий, телерадиокомпания «Брест». Выездный прием граждан по особистых пытаниях провела у Барановича наместник начальника Головного идеологичного управления, начальник управления социальной политики администрации президента Республики Беларусь Наталья Красышка. Жихар Кабаранович у Светланы Федорова 13 годов працавала санитаркой у рентгенологичном отделении одной из городских медустанов. Говорит, различивала на льготную пенсию за шкодные умовы працы, а ли отрымалася иначе. Заработала в 90-х годах льготный стаж, но мне эту льготную пенсию не дают. Находят причины для отказа. Вот третий год уже добиваюсь правды. И с моей стороны доказательства адвоката, где идет подмена закона, игнорируется. В общем, хочу добиться правды и справедливости. Закон не изменился. При этом Жаншина каже, что я ее старейшие по взросле коллеги, что уладковались на эту працу навод поздней за яе, льготную пенсию давно оформили, а ее и раз за разом отмавляют. Будем разбираться, будем разбираться серьезно. Проверим, насколько были правильно приняты все решения с учетом действующего законодательства и тех условий, в которых вы работали. Были и коллективные взороты. Были и работники одразу двух приватных предприятий, швейного и паперопрацовцы Рибы, уже долгий час безвинякова добиваются от своего блога керавництва выплаты за позичности по заработной плате. Мы хотим с нашего бывшего директора и фирмы, чтобы отдали нам деньги. Мы были в суде, присудил суд, что выплатит нам, но каждому определенная сумма. Так как выплат не поступило, дело отдали суда исполнителям. И нам что-то исполнитель присылает только то, что у него наложили арест на оборудование, и если что, мы можем забрать машинами. Но машины эти никому не надо, я же не могу за квартиру машины заплатить. Как тут быть, належить высветлить прокуратуры. Такое доручение дала по обо двух пытаниях Наталья Красочка. Усягож за час приема до ЕЕ свернулись больше за десяток человек. Пытания тычились о земельных законодавствах, жилево-коммунальной сферах, ведения бизнесу, процессуладкования, адресной допомоги и иншие. Данное поручение соответствующим структурам, в том числе и горосполкома, но отдельные вопросы необходимо будет принимать и рассматривать на уровне вышестоящего. организаций, государственных органов. Но я думаю, что по всем поднятым проблемам будут приняты компетентные, грамотные решения. И еще хотелось бы, чтобы при встречах с населением представители местной власти все-таки больше внимания уделяли вопросам информированности, чтобы люди знали, к кому, по какому вопросу необходимо обратиться. и при подготовке ответов на заявление или поступившее обращение, давали разъяснения, понятные любому человеку, без дополнительной какой-то, скажем так, специальной подготовки. Так само Наталья Красочка подкреслила, что подчас принятия решения, у подымтийшим заворотами, особые улады и отповедные службы должны брать за основу первое за все уважливое и справедливое ставление до человека. Алена Ракусь, Людмила Салзина, Миколай Руцкий, телерадиокомпания «Брест». Ажигара у Пинска и Пинска района со своими пытаниями принял старшиня Брестского обл. ВК Анкама Анатолий Лис. Подчас особистого приема у грамадзяна у столицы Полесся до керавника в области звернулися 12 человек. Пенсионерка звездки заполи, что Каля Пинска пришла на особистый прием до старшини Брестского обл. ВК Анкама Анатолия Лиса, не хаваячу свой намер отримать допомогу. Мы четыре года уже добиваемся этой остановки. Очень много людей у нас. Вот список. 380 человек. Назбирала, я ходила. Всем коллективом добивались, писали. Нам все ответы. Вот 23 листа нам. Все вот, обещанка, обещали, обещали. Вот сейчас мы узнали, что будет губернатор. Я позвонила. Вот сегодня записалась на прием. Чему питание с организацией перопынков у Заполи растягнулося на годы? Нам поведомил наместник старшини Пинска Гараевы Конкама Сергей Куницкий. Три года назад там была благоустроена улица. В принципе, мы при строительстве исходили, в том числе, из требований проживающих на этой улице людей. Они тогда категорически отказались от остановочных пунктов. И мы приняли компромиссное решение, что, получается, ситуационно территориальная эта улица находится посреди, скажем так, городской застройки. Поэтому остановочные пункты были размещены на границе города и района. Но такой компромисс задоволил далеко не у всех запольцев. Тому выникам чергового вязкового схода стало принятие районными уладами Кончаткового решения о будовництве припынечной пляцовки там, где это больше за все необходимо же храм. Зараз проект проходит экспертизу в Бресте. А уже в Снежне на улице Центральная, что в Заполи, начнутся будовничные работы. Керунь в области заполнил, что до конца года это вопрос будет выражено Кончатково. Всего старшиня областной выконавчей улады Анатолий Лис на этот раз принял 12 человек с Пинской и Пинского района. Пытания, с которыми пришли жигары районного центра и района, течились развития предпринимательства, працеволадкования, подавництва дорог и другого. Татьяна Будгусаим, Ирина Шипялевич, Александр Дзятченко, телерадиокомпания «Брест». За безнаявной субсидией в области на покрытие участки коммунальных послуг с початку года звернулися свыше 10 тысяч человек. С початку в осени перолик тех, кому допомагает держава, поширился. У него трапили люди, які выховывают дятей до трех годов, доглядают за пожилыми цими инвалидами первой группы. Виктор Цишкевич у службы субсидирования звертается уже не первый раз. С собой усе необходные документы. Мужчина отримливает пенсию по инвалидности и каже, такая допомога от державы, а это минус 20 рублей на оплату жилево-коммунальных послуг не лишняя. Мне дали список документов, которые я должен им предоставить. У меня еще дочь прописана там. Она тоже по состоянию медицинскому она не могла работать. Но там собрали все справки необходимые, как и что. В центре занятости там дали справку, что у нее нет дохода. Ну и моя пенсия. У меня неплохая субсидия. Грошовая допомога налишивается по выявляльным або заявляльным принципам. В первом выпадке на три месяцы, в другом на шесть. Так только в областном центре допомогу от державы отримали коляста семьям. В летний период это мало у кого получается субсидия на оплату, на частичную оплату жилищно-коммунальных услуг. В преддверии отопительного периода я думаю, это количество граждан возрастет. Если сравнивать с прошлым годом, в прошлом году у нас при выявленных 12 тысяч гражданах субсидию получали в районе 800 человек. Механизм субсидирования почал прасовать два годы тому. Першими допомогу отримали непрацующие пенсионеры або одиноко проживающие инвалиды. Указ президента номер 225, який уступил усилу увересни, спис адресатов Паширу. По допомогу теперь звернуться могут байки дятей до трех годов, а так само ты, кто доглядается старелых, инвалидов первой группы. Право на отримание субсидии по заявляльным принципам предоставлено так само гражданам або семьям, которые не имеют властного жилья и проживаются на здебных квартирах в тех интернатах предприемства недержавной формы властности. Снижки по оплате в жировках они смогли убачить уже в вересне. Евгения Мороз, Цыгра Накопян, телерадиокомпания «Брест». Больше подробно про наличие безнаявных субсидий на оплату жильево-коммунальных послуг поговорим с первым наместником генерального директора областного управления жильево-коммунальной господарки Геннадьем Камянцом. Время изменилось в принципе субсидирования. Был только заявительный, а теперь еще и выявительный. Вот что это значит? Ну, здесь безналичные жильево-коммунальные субсидии введены в соответствии с указом 322-м, в соответствии с которым граждане теперь могут получить безналичные жильево-коммунальные субсидии как по выявительному, так и по заявительному принципу. Выявительный принцип подразумевает собой это определенная льготная категория граждан это неработающие пенсионеры, инвалиды трудоспособного возраста, лица, которые воспитывают детей до 3 лет или находятся по уходу за инвалидами или лицами, достигшими 80-летнего возраста. Для этой категории граждан предусмотрен выявительный принцип, то есть автоматически служба субсидирования сравнивает размер платы по данным категории граждан за жилищно-коммунальные услуги с размером их совокупного дохода и если этот размер в городах и городских поселках составляет, вернее, размер платы за жилищно-коммунальные услуги составляет больше 20% совокупного дохода семьи, то тогда предоставляется безналичная жилищная субсидия автоматически. Второй принцип это заявительный. Это когда все, любые категории граждан скажем так с небольшим достатком они имеют право обратиться в службу субсидирования предоставив соответствующий пакет документов и значит если у них также размер платы вот этот будет больше то они имеют право тоже на получение безналичной жилищной субсидии. Правильно ли я понимаю что теперь те, кто подпадает под выявительный принцип они не обязаны писать заявление на получение данной субсидии? Да, значит это в автоматическом система АИС расчет ЖКУ сравнивает размер платы за жилищно-коммунальные услуги с размером ихнего дохода значит который формируется тоже имеются данные в базах данных и она автоматически определяет категорию граждан которые подпадают под получение субсидий по выявительному принципу. А какие виды жилищно-коммунальных услуг подпадают под субсидирование и на сколько? Значит под субсидирование подпадают все основные жилищно-коммунальные услуги это теплоснабжение газоснабжение электроснабжение холодное горячее водоснабжение ТКО также сюда подпадает плата за возмещение расходов по освещению мест общего пользования и плата и плата за пользование лифта. А каков этот минимальный порог? То есть 20% вы сказали что если больше 20% из совокупного дохода тогда субсидия полагается так? То есть конкретной фиксированной цифры нету и не существует? То есть в любом случае производится расчет? Да, система по выявительному принципу в автоматическом режиме определяет повторюсь еще раз что если больше 20% в городах и городских поселках а если больше 15% в сельской местности Им тоже положено Да, им тоже положено Значит здесь при расчете размера субсидий существуют учитываются факторы как значит она предоставляется в пределах нормативов потребления коммунальных услуг и здесь конечно для определения размера То есть свыше уже не покрывается только в пределах норматива потребления утвержденного значит и она позволяет в автоматическом режиме формировать размер субсидий и здесь конечно учитывается и тарифы и количество проживающих и размер совокупного дохода База вот эта выявительная она уже существует? Значит база она уже сформирована недавно были внесены изменения в соответствии с которыми расширен перечень категории граждан которые подпадают под выявительный принцип значит но когда жизнь не стоит на месте меняется и когда какая-то категория новая подпадает под действие вот этого выявительного принципа то тогда система в автоматическом режиме включает уже в список лиц контроль осуществляется постоянно потому что кто-то же получается поменял работу получает больше зарплату например а кто-то наоборот потерял работу получает меньше правильно то есть мониторинг ведется постоянно поэтому в соответствии с указом президента созданы службы субсидирования которые постоянно отслеживают данную ситуацию и принимают заявление от граждан по заявительным принципам что же спасибо за подробное разъяснение спасибо нагадаю про на лишение безнаявных субсидий на оплату жилево-коммунальных послуг говорили с первым наместником генерального директора областного управления жилево-коммунальной господарки Геннадий Комянцов День ушанования ветеранов органов внутренних справ и внутренних войск отзначили у Беларуси 10-го листопада по традиции урожистости с этой нагоды прошли и на брыжшине ГТ-люди службы в милиции присвятили усе свое працовное житсё унесли значный уклад в боротьбу со злашинностью и профилактику правопорушениям рызыковали житсём деля обороны правов и интересов грамадян цеперены ветераны службы хотя былых милиционеров як я не кажу сами не бывает по традиции у ГТ-день урожистости с нагоды дня ушанования ветеранов органов внутренних справ и внутренних войсков починают царя помника загинувшим милиционерам при выконании службового обовязку тут же проходясь и узнагородживание за добросумленную службу молодежь очень интересуется теми делами которые были у нас в то же время и мы застали ветеранов органов внутренних дел которые участвовали в Великой Отечественной войне это наши знаменитости такие как Жигольцов Николай Николаевич Букса Михаил Иванович Кравченко Алексей Степанович и многие другие которые воевали во время Великой Отечественной войны потом громили банды мы с ними вместе работали а сейчас передаем их традиции и наши традиции молодежи Боль за 4 тысячи человек сегодня наличивает областная организация ветеранов органов внутренних справ и внутренних войсков одна из основных задач организации передаша в опыту молодому поколению правооховников понимаем что служба непростая но я говорю ветераны и милиционеры это государственные люди они присягали наверное с долгу наверное страны наверное защиты людей они такими остались ответственными серьезными и работают и выполняют и делают на общественных началах сплочаются в рядах ветеранской организации служба в милиции это еще и значная отказность для всей семьи в артового правопорадку тому в першине в этом году 6 новых и незвыкных наград отримали женки милиционеров медаль таки называется женкам офицеров служба это очень тяжелая уголовный розыск и вот тот путь который прошел мой супруг Иван Константинович он действительно был нелегким но если бы вот у меня сейчас спросили готова ли я этот путь пройти снова я бы конечно сказала что да наверное это итог совместной службы так скажем с супругом это сложно нынешним женам офицеров хочу сказать что сложно но это работа которая нужна всем нам без которой мы не можем жить и надо наверное более трепетно относиться и с пониманием к тем проблемам которые решают наши мужья помогать им хотя бы своим терпением и тем что мы находясь всегда в ожидании верим что это все нужно людям в узнагороды словоузяшности за добросомленной службы концерт подрихтованы власными силами супрацовников областного управления внутренних справ у всех это поваженным ветеранам а для их самих этот день мог чемасть убежиться с былыми коллегами и отчуть свою запотребованность Юрий Печур Александр Севицкий телерадиокомпания Брест Вот таким был этот информационный неделю в материалах наших корреспондентов каким будет наступный худко доведемся до встречи в программе Головная за неделю в наступную неделю у гэта счас у гэта счас подруга у гэта счас